Всем привет-привет, с вами Флэшка, и это Женские Игры, и мы продолжаем заканчивать развлекаться на сборочке Эвейтнинг, алмазное небо. Я так поняла, по вашим комментариям, нас практически одноголосно победили тортики, за редким исключением, но я думаю, что эта задача не такая уж сложная, и мы успеем и то, и то. Посмотрим. Но для начала, для начала мне говорили, что я неправильно прочитала в книжке, что нужно, чтобы молния ударила в облако. Нет, это стишок такой, что в грозу ночью можно услышать его смех туда-сюда. В общем, наверное, нам стоит расширить просто площадь нашего места для спавна монстров. Сейчас вообще день, ночь, почему никого нет тогда? Что за фигня? В общем, нужно расширить это место и надеяться, что там будут спавниться. Для этого воспользуемся вот этой штучкой. Ты будешь мне и то, и то? Нет, только это будешь делать. И что? У меня много эмси. Пожалуйста, почему ты не тыкаешь? Фигня какая-то. Не понимаю, почему тот посох не хочет работать. Честно, искренне не понимаю, зато поняла, почему на моей платформе ничего не спавнилось. Я вот здесь поставила магнум торч. Но мне казалось, что у него радиус... Хотя, может, у него радиус 64, оно сюда достает. Вот, смотрите. Где есть радиус магнум торча, где нет. Какая колоссальная разница. Причем, вот этот кусочек, который был, я его заприватила. И да, на нем криперы не разносят блоки. Заприватила и подгрузила. В результате криперы там бессильны. Зато все остальное пространство, которое без... Которое без подкрепления, так сказать. Там вот будет бабахать. Ну ничего, подождем. Может действительно заспаниться, но нужна гроза. Чтобы была гроза, что нужно? Нужно долго-долго не спать. Почему эта штука не работала, не знаю. Возможно, нужно было выбрать блок, какой я хочу ставить. Надо разобраться с ним. Итак, что касается нашего задания на тортик. Во-первых, давайте вынесем себе тортик на панельку, чтобы знать, что мы делаем. Мы делаем вот эти джафа тортики. А, отлично. Что нам нужно? Нам... Каким крафтером я хочу воспользоваться? Нам потом все это нужно будет скрафчивать, правда? Какой крафтер нам для этого нужен будет? Попробуем, попробуем из Ender.io крафтер. Давайте посмотрим. Крафт... Крафтер. Ender.io должны быть хорошие. Я знаю... Симпл крафтер. Нет, мне не нужен симпл. Есть еще из Refined Storage. То есть можно через Автокрафт это сделать. А нету другого? О, ну хорошо. Посмотрим на тебя. Нет, такие есть получше крафтер. Вот он, красавчик, прячется. Просто у него нету EMC. Понятно. Хорошо. Жмяки. Потому что обычный крафтер не особо мне нравится. У него невозможно залочить предмет. Хотя я не уверена, что и этого можно залочить предмет. Сейчас посмотрим. Итак, в поле моего зрения попадает три крафтера. Причем один из них, один из моих нелюбимых. Я не помню на какой версии у меня с ним были проблемы. Но в общем, у нас есть Ender.io более продвинутый. Посмотрим, у него есть настройки. Есть вот этот аналоговый крафтер. Он достаточно гибко настраиваемый. И есть вот этот автокрафтер. Вот к этому автокрафтеру у меня больше всего любовь. Потому что он позволяет залепить один предмет. Ну, то есть... Так что давайте потестим. Скорее всего, вот этим буду пользоваться. Скорее всего. Скорее всего. Значит, давайте жмя к ним в рецепт. Я взяла себе всяческого... А, ему даже не надо рецепт. Так, и возьмем по две штучки ему дадим. И посмотрим, будет ли он вот эту формочку перекидывать мне туда-сюда. Все отлично. Он формочку не забирает. И фильтром из него забирать то, что нужно. И в результате не нужно запитывать, заморачиваться и так далее. Окей, останавливаемся на механическом крафтере. Хорошо, хорошо. Когда мы определились, с чем мы будем работать... Его даже ускорить можно. Теперь нужно определиться со всеми ингредиентами. Начнем с самого начала. Ну, как бы формочка не считается. Дальше у нас идут яйца. Руст. Курицы. У меня вообще белые курицы есть. Самые обычные, которые яйца несут. Есть! Просто курицы! Отлично! Их бы размножить и хорошенечко было бы их даже апгрейднуть, что ли. Хотя есть ли смысл? Нет. Размножить. Как оказалось, простые курочки не улучшаются. Они просто размножаются. Оки-доки. Еще вопрос. Где я это все безобразие поставлю? Очень хороший вопрос. Ну вот, отличное местечко для тортиков. Мне кажется, что да. Начнем. Заделаем крафтер по центру. И будем ответвлять производительные линии, так сказать, в стороны. Если так вообще можно сказать. Значит, у нас будет сундучок с курочками, которые будут нам нести всякое. Нам понадобится... Они будут еще делать перышки. Если я не ошибаюсь. Перышки. Курочки. Курочки делают... Нет, курочки умнички. Курочки делают только яйца. Какие лапоньки! Но отнесем их немножечко дальше, чтобы у нас еще было место подсоединиться в эту трубу чему-то другому. Отличная идея, как по мне. И поднимем вверх, чтобы я не углублялась в пол шоколадный. Пол тут, кстати, темный брауни. Темный брауни блок. Отличный пол. Всегда активно экстрактим курочки. Или сейчас еще рановато экстрактить. Давайте выключим. Давайте выключим. А то сейчас как на экстрактим. Так, запишем рецепт, во-первых. Как я понимаю, ему все равно, какие здесь будут эти штуки идти. Вот как записано, так и есть. Что еще хочу? Сейчас мы тебя выключим. Я хочу забить под все по одной точке. А это что? Сахар. Сахар. Мука. Шоколад. И апельсин. Апельсин. Сейчас сделаем самые простые варианты, которые у нас есть. Сейчас сделаем еще сахар и апельсин. А нет, все-таки курочки дают у нас перышки. Значит, что? Значит, мне нужен трешкен. Трешкен. И также мне нужен фильтр. Вот. Поставим сюда трешкен. И скажем, что ты у нас инсертишь. Так. И инсертишь по фильтру только перышки. Я не могу вернуть туда перышко, к сожалению. Так. Трешкен. Фильтр. Не это. Кажется, я уже много раз использовала этот фильтр. И давайте дадим ему приоритет. Ты прям всегда забираешь эти перышки, чтобы перышки не пошли сюда. Хотя мы здесь забьем остальные места вот этими штуками, чтобы они... Чтобы ничего лишнего сюда не шло. Например, не пошло там несколько стеков яиц или еще чего-то. Здесь стоит у меня хотя бы один предмет, хотя бы ломаемый предмет. Интересно, заберет они вот этих по одному или нет. Это хороший вопрос. Забирает. Окей. 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 И теперь нам нужно сделать подачу сахара. сахар. Сахар тоже пойдет у нас перекрафчиваясь. То есть нам нужен бонсай. Бонсай пот на дроверс. В него кусочек песка и сахарный тростник. Но мы знаем, что сахарный тростник это еще не сахар. Правда? Давайте мы его ускорим. Чтобы у нас не скапливалось тут слишком дофига этой штуки, поставим здесь void upgrade. Почему нет? Есть. И также залочим, чтобы он не опустошался полностью. Замечательно. Нам нужно будет это перекрафчивать во что-то. Можно также через аналоговый или же через этот автокрафтер механический. Почему нет? Тоже неплохой автокрафтер. Сюда трубу. Есть. И мы говорим, что мы будем делать сахар. Почему нет? Отличный рецепт. Отличный рецепт. Отличная машинка. Настраиваем отсюда экстракт всегда. Сюда insert. Никакого экстракта. И здесь... Так, мы здесь просто заблочим пока что insert. Сделаем экстракт. Выключим insert. Вот. А все эти, типа, включаем. Экстракт всегда on. Экстракт всегда on. Отлично. Пёрышки должны уничтожиться. Яйца копятся. Сахар копится. Отлично. Отлично. Вопрос сахара у нас решен. Яйца, сахар решено. Дальше у нас стоит вопрос, чего муки. Мука у нас будет делаться через упрощенный рецепт из натюры. То есть мы берем клош. Клоши у меня есть. Мне их давали в награду. Но мне кажется, у них даже есть эмси. Это самая маленькая штуковина, в которой можно растить. Так. Нам нужен клош. И нам нужна подача воды в него. Подача воды в него. Какой-то генератор воды. Water. Вот подойдет этот. Отлично подойдет. Подойдет. Так. Также нам понадобится еще трешкен и фильтры. Сейчас с этим будем разбираться. Итак. Сделаем эту полосочку сюда. Отлично будет здесь стоять. Значит, нам нужно что сделать? Нам нужен клош. Клош нужно запитать. Запитать его можно от чего? Можно запитать от койла. Он слишком много жрать не будет. Нужно взять койл. Либо же можно запитать от сети моей, которой я практически сейчас не пользуюсь. Койл. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот возьмем такой койл. Я думаю, что этой энергии должно хватать клошу, чтобы вырастить там немножечко пшеницы. Я же права? Эй. Нет. Много. Много. Здесь вход, выход, где у тебя, где у тебя что, как говорится. Сейчас посмотрим. Итак. Значит, значит. Выход у этой штуки спереди. Спереди, сверху причем. Поэтому нужно поставить ее вот так. Водичку можно подавать напрямую, прислонив к этой дырочке. Никаких труб не надо. Это замечательно. Запитаем ее койлом. Да не двумя койлами. Да не двумя койлами. Хотя можно и двумя. Ну почему нет? Ты же будешь брать оттуда тоже? Нет. Как-то не особо берет. Что-то пошло не так, не отображалось. Так, дальше нам нужен кусочек земли, а не сахара и семечка. Отлично. Все. Наша прелесть пошла расти. Итак, у нас будет еще один крафтер. Механический крафтер, наверное. Вот. Значит, на пути у нас будет механический крафтер поближе уже к выходу. А вот здесь, вот здесь у нас будет еще один трэшкен. Трэшкен, потому что от семян нужно избавляться. Столько семян нам не нужно. И также нам понадобится фильтр, чтобы мы знали, что мы будем удалять. Самый обычный эндороёшный базовый фильтр. Итак, забираем трубой отсюда, сверху. Всегда путаюсь, какой дырочки тут эта штука забирается. Вот. Ставим так. А трэшкен ставим вот здесь. И какое-то из этих соединений убираем. Значит, нам нужно инсертить. Инсертить что? Инсертить семена. Замечательно. Экстрактить отсюда мы ничего не будем. Сюда мы будем инсертить. Экстрактить не будем. И... Ой! Какая из этих штук отвалилась? Флешка все сломала. Вот. Вернули обратно. Здесь поставим приоритет, чтобы семена не пошли в крафтер. Потому что не хочу еще один этот ставить. И здесь залочим рецепт. Что мы делаем вот так вот пшеничку. Отлично? Отлично. И нажимаем здесь Always Active. И у нас получается пшеничка. Даже... Даже нам не нужны никакие промежуточные эти штуковины. Пускай оно сразу себе отсюда экстрактится. Что мы здесь? Мы здесь не включили инсерт, чтобы он... Мы, в принципе, можем его выключить. Вот. Redstone only поставить. И поставить здесь инсерт. И пускай себе идут те ресурсы, которые у нас уже накапливаются. Смотрите. У нас уже три из пяти готово. Это замечательно. Мы сейчас сделаем вот этот. И тогда уже займемся самым сложным. Самым сложным это производством шоколада. Я думаю, что дерево мы поставим в обратную сторону. Дерево тоже не сильно хитрая схема. Нам нужен будет дроверс. На дроверс у нас посадится бонсай. В бонсай посадим землю с травкой, потому что выход там стопроцентный идет. Скорость меньше вроде бы, но выход стопроцентный. И ускорим, чтобы получить первые примеры того, что у нас будет. Отлично. У нас еще сюда не помещаются саблинки. Насколько я помню, оно просто будет игнорить этот момент и будет уничтожать само. Я такую фишку проделывала со слаймом и деревьями. То есть если залочить дроверс на чем-то одном, то все остальное будет просто удаляться. И это замечательно. Также нам понадобится отсюда фильтр. Тоже базовый. Будем из дроверса доставать только то, что нам нужно. Потому что остальное нам не нужно, что логично. Поставим здесь кондуитик. Экстрактить будем по фильтру. И экстрактить будем сочные пипесинки. Отлично. Только сочные. Не забудьте. Контроль качества, как всегда, должен быть. Все. У нас 4 из 5 готово. Осталось что? Остался шоколад. А шоколад у нас уже идет многоэтапная штуковина. Сейчас будем искать самый простой вариант. Значит, шоколад у нас делается из нескольких вещей. Значит, нам нужна будет пудра какао. Это сразу что? Это сразу уже какое-то дерево. Бонсайчик. Дальше нам нужно молоко. Есть два варианта молока. Молоко тоже нужно. Будем пользоваться свежим молоком памсовским. Потому что оно что? Оно стекается. Отличная штуковина, которая стекается. И также нам понадобится масло. То есть нам еще 3 веточки производства понадобятся в эту сторону. Значит, нам нужно еще один аналоговый крафтер, который будет крафтить всю эту штуку. Я же правильно понимаю? Аналоговый крафтер, который будет крафтить уже у нас конечный шоколад. Итак, есть у нас аналоговый крафтер. Начнем, наверное, с пудры какао. Это самый простой вариант. Она делается только так. Нам нужны будут какао-бобы. Можно, кстати, таким путем пойти. Можно пойти даже... О, господи. Даже таким путем можно пойти. Но можно пойти и через бонсай. Что тоже как бы как вариант. Блин, столько всякого, столько всякого. Я, наверное, остановлюсь на бонсайчике. Бонсайчике. Да, выглядит интересно. Итак, эта цепочка будет с двух крафтеров у нас состоять, потому что... Потому что нужно еще крафтить из этой штуки, из какао-бобов. Что? Нужно еще пудру крафтить. Значит, я сначала закину сюда какао-бобы. Залочу этот ящик. Ввод апгрейда уже не надо, потому что... Пускай себе забивается. Просто перестанет бонсай расти. Это сюда. И нам нужно что? Нам нужно джангл-три. Джо. 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 Джанна. А можно саплинг? Пока дощелкаешься. Есть такой. Есть такой. Нам самый обычный. Жмяки. Значит, у нас тут что? У нас тут два какао-бобочка. Работает. Все отлично работает. Значит, здесь забиваем рецепт мортор. Кусочек. Стики обязательно. Остальные все дизейблем ячейки, потому что нам этого не надо. Вот так он будет работать. Отлично. И даем трубу отсюда. Экстрактим без сигнала. Сюда инсертим. Никакого экстракта. Нужно ли здесь фильтр? Будет ли он забирать вот эти вещи? Или же будет забирать только то, что нужно? Если... Даже не знаю. Даже не знаю. Давайте здесь разместим какао наше. Да, квадратным пойдет. Значит, дизейбл, 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 дизейбл. Тебя мы по редстоуну пока что включим. Масло и молоко сейчас будем разбираться. Нужно ли фильтра здесь? Я бы, конечно, поставила. Фильтр. Что это было? Вопрос. Где это было? Где и что было? Что произошло? Что пошло не так? Очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Так. Какао сюда идет. Фильтр. Прям в смысле сбилось, честное слово. Забираем отсюда. И забираем только какао-порошок. Что-то случилось явно. Вот какао-порошок по вайт-листу. И сюда мы инсертим никакого экстракта. Всегда. Забрала все. Тут у нас десяточка. Не так, чтобы сильно забилось, но отлично. Отлично. Следующий момент. Следующий момент у нас идет масло. Масло есть два варианта. Есть памсовское масло. И есть масло из конфеток. Из конфеток оно использует только ведро. Мне не подходит. Не люблю возиться с ведрами. Крайне не люблю. Осуждаю. Отрицаю. Порицаю. В общем, не люблю возиться с ведрами. Значит, обращаем свое внимание на памсовское молоко. Здесь тоже у нас куча вариантов. Здесь у нас куча вариантов. У нас есть обязательно соль. Соль есть памсовская. И есть механизмовская. Есть курица соляная. Что еще есть? Есть еще какие-то варианты добычи соли. Механизмовская не хочу. Иммерсовская. Смотрите, какой интересный этот. Даже не знаю. Итак, остановилась я все-таки на курочке. На курочке так будет быстрее, удобнее. Я надеюсь, что она производит только соль. Поэтому сейчас вот так вот сделаем. Сверху ставим рост. В него солевые курочки. Ускорим, чтобы увидеть, что она производит. Как же удобно вот это ускорять. Она производит механизмовскую соль. Я надеюсь, что это нам сойдет в крафте. В крафте маслица. Просто проверим. На всякий пожарный. Вот, знаете, бывают всякие засадки. Ну, в принципе, в памсовских рецептах оно активно берет участие. Так что, где мое масло? А вот и масло. Причем несколько его видов. Я не знаю, почему здесь несколько. Видимо, в зависимости от этого. Хорошо. Значит, в аналоговый крафтер пихаем соусник. Здесь будет что-то. Мы сейчас определимся, что. А здесь будет соль. Ух ты, шкурочка. Не надо было вас до десяток разгонять. Так, все остальное мы блочим. И залепляем рецепт, чтобы на всякий пожарный. Значит, здесь мы делаем выход. Так, я говорила, что мы сегодня больше всего сделаем. Но это интересненько. Отлично. Здесь будем делать маслицо. Но, помимо всего прочего, нам что на шоколад понадобится молоко. То есть мы решаем эту проблему. Что на масло понадобится молоко. Даже на масло понадобится хэви крем. Или силкен тофу. Или хэви крем. Хэви крем, видите, как можно сделать? Через еще один крафтер. Но нам нужно молоко. Фреш милк. А суть в том, что фреш милк можно получить не только из молока, но и с миндаля. Точно. Точно так. Прогоняя через самый обычный пресс из памса, который не жрет энергии, прогоняя миндаль, мы получаем с вами свежее молоко. Это просто замечательно. Дальше я могу использовать... Там идут какие-то взбивающие штуки. Да, там идут взбивающие штуки. То есть мне нужно опять аналоговые использовать. Нам нужно получить из этой радости хэви крем для масла. Можно было бы пойти через сою, но мне не особо хотелось. Мне показалось, что этот путь будет проще и эффективней. Где наш хэви крем? Да, все-таки хэви крем идет через смешивающую миску. Миксинг боул. Давайте возьмем. Миксинг. И еще один крафтер. Что-то я так не хотела именно эти аналоговые брать, что в результате заспамило все ими. Вот. Вот так вот. Значит, что? Здесь мы залепляем один рецепт. Возьмем сюда чуть-чуть молочка. Пью, пью, пью. Стоп. Стоп, машина. Все залепить. Все отменить. Так, тут настраивают в стороны. Вот, все отменить. Мы сделаем здесь хэви крем, который будет отправляться сюда. А здесь взяла и все забила, потому что у нас, видите, не было хэви кремушки, чтобы застолбить себе местечко. Отлично. И тут, когда я подумала, что эта прелесть идеальна, оказывается, ее нельзя автоматизировать. Представляете? Вот это закасатка. Тогда я все равно от миндаля не откажусь. Есть сепаратор из термалочки. Сепаратор. Вот. Центрифужный сепаратор. И он делает ровно ту же штуку. Ему, конечно, нужно дать энергии. Дадим. Почему бы и нет? Жмяки. Жмяки. Все. Красавец получает энергию. Настроим, что приход у него будет, например, сверху. Отдавать он будет в эту сторону. Все отлично. Настраиваем. Always active. Закидываем миндаль. И сейчас принесем ему немножечко ускорялок. Ну вот. Так он работает куда лучше. Разрешить output. Я разрешила. Он что-то не отпутит. Always active. Экстрактить. И что мы не экстрактим? Так, мне кажется, что я на прессор нагнала. Знаете почему? Потому что я только что осознала, что у меня везде был включен не вход, а выход на машинках принимающих. А ну-ка, давайте попробуем. Situation еще раз. Давай. Разгонись. Хорошо. Наделай мне молочка. А теперь... Always active. Догнала на тебя. Вот серьезно. На ровном месте. На ровном месте. Извини, прости. Вот серьезно. Приношу свои искренние извинения. Отставить сепаратор. Сепаратор штука хорошая. Я не спорю. Пускай себе лежит. Что-то с ним сделаем потом. Откуда у меня эндерперлы? Без понятия. Поехали дальше. Эту штуку нужно нашим миндалем таки запитать. Повторяем абсолютно ту же историю, что здесь. Даже будем вводить все остальное. И эта штучка запитана. Значит, у нас производится молоко. Точнее, у нас производится миндаль. С него молоко. Из молока мы делаем масло. Точнее, heavy cream. Жирные сливочки делаем. Из... Делаем, я говорю. Все. Уже можно. Always on. Делаем жирные сливочки. Из жирных сливочек мы делаем маселка. Маселка у нас отправляется куда? На производство шоколада. Отлично. Значит, нам нужна труба и нужен еще один фильтр. Труба. Есть. Маселка для фильтра. Экстрактим отсюда. Не знаю, надо ли здесь настраивать, что мы экстрактим только масло. Но пускай будет. Всегда on. И здесь мы делаем... Ой. Insert. Экстрактить из этой стороны мы не будем. Все. Маселка у нас пошла. Последнее, что нам осталось для шоколада, это, собственно, молоко. Но молока у нас тут копиться должно больше, чем нам надо. Пока что не копится. Но должно. Вот если подзабить системку... То есть у нас же не будет здесь крафтиться, когда не будет хватать. У нас сейчас сюда масло идет. Давайте вот так вот сделаем. Так же должно быть. Стики. Должно так быть. Если мы ее включим, оно должно заработать. И... Что-то делается, куда-то уходит. Нет, никуда не уходит. Отлично. Отлично. У нас делается шоколад. Замечательно. Здесь мы жмем инсерт. Молоко забилось. У нас только пудра не забивается, потому что... Потому что я ее не ускоряла. Ну, можно, например, сейчас ускорить, чтобы было полное от ячейки. Хорошо. У нас пошел крафтиться шоколад. Причем он из одного крафта делает две штуки. И это последняя штуковина, которая нам нужна была для производства тортиков. Жмякаем так. Сюда я тоже поставлю фильтр, потому что я какая-то пуганая насчет того, что оно может вытаскивать, что не может. И always active. Здесь мы ждем... Жмем... Жмем insert. И здесь мы запускаем крафт. У нас пошли тортики. Товарищи, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Мы можем взять еще drovers. Дроверс. Поставить вот здесь drovers. И радоваться происходящему. Потому что ни одна корова не пострадала. Будем фильтровать тортики? Да чего уж там. Будем и тортики фильтровать. Что нам стоит шоколадный, точнее кондитерский завод построить? Значит, фильтр, настройка. Тортик. Отлично. Always active. Extract. Ну и здесь бы неплохо было нажать insert. Ну, в общем. Все, пошли тортики. Огонь. Огонь, а не фабрика. Прелесть какая. Значит, у нас две курицы, три дерева и одна грядка, по сути. А нет, еще есть тростник. Значит, это две курицы и четыре дерева. Замечательно. И у нас идут тортики. Сколько нам нужно было по заданию тортиков? 420 тортиков. Это приличное количество. Я думала и 42, когда там увидела. Но сейчас вижу, что 420. На чем мы сейчас запинаемся? Мы запинаемся сейчас на апельсинах. Что не есть проблемы. Здесь, в принципе, можно поставить часики, которые бы все это ускоряли. Но нужды в этом нет никакой. Просто никакой нужды нет. Курица, даже курица, кажется, не справляется. Мы же здесь по фильтру отправляем только перья. Тут у нас ничего не забивается. Отлично. Отлично. Молоко не копится. Вот масло копится, потому что там вроде бы тоже умножение идет или нет? На каком-то из этих... Нет, не идет умножение. Вот сейчас у меня здесь пауза. Подводят тут деревья пока что. Но так как мы никуда не спешим, я вполне довольна работающей этой схемой. Ну что? Мне на самом деле больше всего в Майнкрафте нравится что-то такое ваять. Я уверена, я уверена, что мастера компактности, эффективности и продуктивности сделали бы это проще, красивее и, собственно, продуктивней. По большому счету, если бы мы были ограничены в ресурсах, например, вот то дерево, которое здесь получается, можно отправить на запитку вот этой штуки. Логично же? Логично. Тоже с этого дерева. То есть с всех этих деревьев их как-то в одну штуку согнать, и тогда их запиткой, их горючими частями можно было бы запитывать эту штуку. Любой combustion, этот генератор, и все замечательно. А так я очень довольна. Надеюсь, вам тоже понравилось. Знаю, что мы уже затянули, но, в общем, те, кто так же упарывается по еде, как и я, хочу вам сказать, ягодки из эребуса спавнятся только на болотах. На болотах. Беда в этих ягодах такая... О, сейчас не исчезают. Короче, исчезали они мне прямо в руках. Для задания мне нужны были только последние, вот эти почему-то вообще не считаются. Также нужен был жук, но я думаю, о жуке мы с вами поговорим в следующей серии. Да, в следующей серии займёмся приготовлением пиццы. Почему бы и нет? Не знаю, будем ли мы это автоматизировать, потому что там разные виды пиццы. Либо просто сделаем её, посмотрю, может, какие-то нюансы есть, какие-то проблемы, какие могут возникнуть в процессе приготовления. И я буду ждать вот это странное существо, которое мне нужно. Мне нужно пугало. Возможно, я даже расширю эту штуковину, чтобы она была прям огромная-огромная. Пускай себе спавнятся, а я буду выбирать тех, кого мне надо. Звучит как план. По крайней мере для меня. А на этом всё, ребятки. С вами была Флэшка и всем пока-пока.